Всем привет! Меня зовут Виктор Балет. Я хотел бы рассказать вам коротко о творчестве и о жизни Есенина. Где он родился, чем он занимался, как он рос, чем закончилась его жизнь и его творческая жизнь. Сергей Есенин родился в типичной российской деревушке Константинова в Рязанском уезде 21 сентября 1895 года. В 1904 году мальчик Сережа поступил в местное училище. Спустя 5 лет продолжил обучение в духовной школе. В 17 лет в 1912 году гнездо крестьян Есениных покинуло молодое дарование, которому дано было стать знаменитой личностью Сергеем Есениным, таким знаменитым действительно по всему миру писателем. Будущий гений трудился в московской политипографии. Когда он переехал в Москву, он трудился в московской типографии, был помощником у мясника. Но это был дешевт отца, и там он тоже подрабатывал, потому что просто заниматься писательством этого было недостаточно денег, и как сегодня многие студенты учатся и подрабатывают. В 1913 году поступил в университет. Уже через год изданы его дебютные творения 1914 года. В 15-м году Есенин переехал в столицу и завел дружбу со многими известными литературными деятелями. В то время много молодых людей занималось литературной деятельностью, тем более в 15-е годы были такие после революции 1905 года и между Октябрьской революцией. В стране было очень большое недовольство народа, молодежь была недовольна всеми событиями, которые проходили в стране, прогрессивная молодежь тогдашнего мира, скажем, российского. И в это время были всякие многие литературные кружки, и там Есенин знакомился с различными молодыми писательными поэтами. Через год в Петрограде он был призван на воинскую службу, помогал в поезде по перевозке раненых, также занимался параллельно творчеством. И в 16-м году вышел в свет его дебютный сборник «Радуница». Можете почитать, очень интересный сборник. В 1917 году поэт пошел под венец или, просто говоря, женился на Зине Райх. Три законных брака у него было. А в 1918 году познакомился с Анатолием Мариенгофом. Он в то время считался очень хорошим литератором и маженистом. Благодаря ему вышла масса различных произведений Есенина, и наиболее известный из них – это Москва-Кабацкая, 1924 года. В 1921 году приятель Яков Блюмкин пригласил Есенина в путешествие по Средней Азии. После поездки сердце литератора разбила танцовщица Айсидора Дункан. Он встречался с ней несколько месяцев, а потом они узаконили свои отношения. После свадьбы они отправили свадебное путешествие по странам Европы. Здесь на Западе они были. Были и в Германии, и в Париже. Очень много сообщается различных в стихах тоже. Ему это все не очень-то понравилось, западная жизнь. Ну, действительно, она очень сильно отличалась или отличается сегодня тоже от российской. Также продолжительно они путешествовали до 1923 года. В Америке были. Сделали на корабле такое путешествие. В Нью-Йорке были. И, ну, там ему понравилось как-то сначала. Но потом, опять же, его потянуло в деревню, в русскую. Простые, обыкновенные условия жизни, в которых он вырос и жил. Это было ему более понятно, чем западные такие ценности. В общем-то, в этом мире за 100 лет толком ничего не изменилось. Как оно было при Есенине, так же и сегодня. Что-то есть положительное, что-то есть хорошее, плохое. Все это вперемешку здесь на Западе. Поэтому к этому нужно относиться очень спокойно. Я сейчас читаю эти произведения и вижу, что они немножко, как бы, однобокие. Знаете, вот Есенин, как бы, он был очень таким крайним. Либо у него все плохо, либо у него все замечательно. Как бы был не совсем уравновешенным человеком. Ну, и поэтому, наверное, его жизнь так и закончилась. Он активно занимался издательствами, продавал книги, много путешествовал. Часто бывал в Ленинграде. Обожал Кавказ, посещал Азербайджан. И ранней осенью 25-го года Есенин женился на Софьи Толстой. Это была внучка талантливого, грандиозного русского писателя. Последние месяцы его столь краткой жизни сопровождались пьянками, драками. Правило, он с Софьей толком и не жил в Толстой. Это был какой-то непонятный брак. Очередная какая-то, как немцы говорят, шнапс-идея. То есть идея такая была просто, может быть, как-то поменять свою жизнь. Но вы знаете, когда человек идет такой образ жизни, и уже многое всю жизнь, такой весенний образ жизни был, то поменять что-то было очень-очень сложно. Поэтому у него все-таки пошло криво в жизни. Потом с законом начали получаться различные проблемы. Он себе социализм совсем по-другому представлял. Он думал, что это действительно мир, братство, все общее, все прекрасно. Ну, а на деле все оказалось совсем по-другому. И вот такие самые мрачные прогнозы и прогнозы других людей, они вот сбылись через много-много лет. Можно сказать, и Россия как бы от кризиса к кризису идет, и ничего толком, к сожалению, не меняется. Психическое здоровье его было очень сильно подорвано через такую жизнь. Многие люди как-то старались ему помогать. Если бы он не был таким известным писателем, то бы его могли даже бы закрыть уже давным-давно, потому что он шел уже против власти открыто. И многим это уже не нравилось. Ну и потом в гостинице Англета нашли его тело. И есть очень много разных версий, что якобы он покончил жизнь самоубийством. Но это не доказанная версия, все это еще открыто. Но факт то, что образ жизни его и сама жизнь привела его к такому плачевному результату, к тому, что случилось. Поэтому мы его ни в коем случае не осуждаем. Каждый выбирает сам путь в своей жизни. То, что он выбрал, то он и получил. Произведения его, конечно, они очень хорошие, затрагивают сердце читателей. Очень много есть над чем задуматься, нам даже сегодня. Поэтому читайте глубоко эти стихи, вдумывайтесь, анализируйте. И вам как-то это скрасит вашу жизнь. Потому что творчество, поэзия, книги – это нечто такое замечательное. Если человек открыл для себя это когда-то, то он никогда об этом жизни не пожалеет. Я вот тут озвучил несколько стихотворений Есенина. И хотел бы, чтобы ты прослушал или прослушала их, сидя у костра, образно говоря. Настройся, выбери время. И сейчас вот, пожалуйста, я тебе предлагаю послушать стихи Есенина в моем прочтении. Желаю тебе с удовольствием провести это время. Субтитры создавал DimaTorzok Отговорила роща золотая Березовым веселым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник? Пройдет, зайдет и вновь оставит дом, А всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обогрят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава. Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. А если время ветром разметая Сгребет их всех в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заметался пожар голубой, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увидания с золотом охвачены, я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце, тронутое холодком, и страна березового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже, расшевеливаешь пламенью уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодья чувств. Я теперь скупее стал в желаниях. Жизнь моя, или ты приснилась мне? Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленные. Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друга Субтитры делал DimaTorzok Друга DimaTorzok Друга DimaTorzok И спокойно и ласково скажет, что ребенок похож на меня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Друга 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 DimaTorzok нормально хорошо работает и особых проблем нет то человеке в 50 60 70 чувствует себя молодыми а есенин уже в 30 чувствовал себя старым как бы прожитым казалось ему жизнь казалось ему уже прожитой интересный факт а Вот уж вечер, роса блестит на крапиве, Я стою у дороги, прислонившись киве. От луны свет большой прямо на нашу крышу, Где-то песни соловья вдалеке я слышу. Хорошо и тепло, как зимой у печки, И березы стоят, как большие свечки, И вдали за рекой, видно за опушкой, Сонный сторож стучит мертвой колотушкой. Играет музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать Милые березовые чащи, ты земля и выровнен пески Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть мои тоски Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть Мир осином, что раскинув в ветви, загляделись в розовую водь Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил И на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове Знаю я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжья шея рожь От того предсомном уходящих я всегда испытываю дрожь Знаю я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле От того и дороги мне люди, кто живут со мною на земле Счастлив тем, что в этой стране не будет этих нив злотящихся во мгле Вечер чёрные брови насопил Чьи-то кони стоят у двора Не вчера ли я молодость пробил? Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка Наша жизнь пронеслась без следа Может, завтра больничная койка Упокоит меня навсегда Может, завтра совсем по-другому Я уйду исцелённый навек Слушать песни дождей и черёны Чем здоровый живёт человек Позабуду я мрачные силы, что терзали меня губя Облик ласковый, облик милый Лишь одну не забуду тебя Пусть я буду любить другую Но и с нею, с любимой, с другой Расскажу про тебя, дорогую Что когда-то я звал дорогой Расскажу, как текла былая Наша жизнь, что было и не была Голова ли ты моя удавая До чего ж ты меня довела? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Расскажи мне, скольких ты ласкала Сколько рук ты помнишь, сколько губ Знаю я, они прошли как тени Не коснувшись твоего огня Многим ты садилась на колени А теперь сидишь вот у меня Пусть твои полузакрыты очи И ты думаешь о ком-нибудь другом Я ведь сам люблю тебя не ночи Утопая в дальнем дорогом Этот пыл не называй судьбою Легкодумно вспыльчивая связь Как случайно встретился с тобою Улыбнусь, спокойно разойдясь Да и ты пойдешь своей дорогой Распылять безрадостные дни Только не целованных не трогай Только не горевших Не маней И когда с другим по переулку Ты пройдешь, болтая про любовь Может быть, я выйду на прогулку И с тобою встретимся мы вновь Отвернув к другому ближе плечи И немного наклонившись вниз Ты мне скажешь тихо Добрый вечер Я отвечу Добрый вечер, мисс И ничто души не потревожит И ничто ее не бросит в дрожь Кто любил Уж тот любить не может Кто сгорел Того не подожжешь Кто любил донус В обязательство Я надеюсь, я не хочу Улыбнулась Того, я не хочу И вот я хочу Добрый вечер Чутки Я тебя люблю Их, я мне пахнет Я хочу Ты вам Я, я тебе Ты мне Продолжение следует... 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 Продолжение следует...